В то время царь Ирод поднял руку на тех, на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что принято иудеям, след за тем взял и Петра. Тогда были одни опресников, и задержав его, посадили в кемницу. И приказал четырем четверницам воинов стеречь его, намеряясь после Пасхи вывезти его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывезти его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осеял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, разбудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с его рук. И сказал ему ангел, опояжься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Но они вышли и прошли одну улицу. Вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода, от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, названная Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучал у ворот, то вышла послушать служанка по имени Роида. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал, уведомите об этом Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога, что сделалось с Петром. Что сделалось с Петром? Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражи и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи и Кесарии и там оставался. Ирод был разражен на Тириан и Сиданян. Они же, договорившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельничего царского, послали мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенное месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. И Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Матилухию, взяв с собой Иоанна и прозванного Марком. День апостолов, 13 глава. В Матилухе, в местной церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кирнеянец, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертого властника, и Савл. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнава и Савла на дело, которым я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв послан Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафоса, нашли они некого волха, лжепророка, иудея по имени Вариус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призывав Варнава и Савла, пожалуй, услышать Слово Божие. А Элиму Бог, так переводится имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнивший Духа Святого и устренив на Него взор, сказал, «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства! Сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты, совращаясь в прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени!» И вдруг напал на Него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплыв из Пафоса, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, продолжая путь из Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в Синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники Синагоги послали сказать им, «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал, «Мужи и зарвитяне, и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцей вознесенной вывел их из нее, и около сорока лет питал их в пустыне, и, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их, и после этого около четырехсот пятьдесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисея, который исполнит всю волю мою». Из его-то потомца Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого недостойно развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Аврамова и боящихся Бога между вами, вам послано это слово спасение. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. «Когда же исполнили все, написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжение многих дней Он являлся тем, которые пришли с Ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели Его перед народом. И мы благовестуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. Об этом сказал так, «Я дам вам милости, обещан Давиду верно». Поэтому и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид свое время, послужив воле Божией, почил и приложился к Отцам своим и увидел тление. А тот, который Бог воскресил, не увидел тление. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказано пророками. Смотрите, презирающие, подивитесь и исчезнете. Ибо я делаю дело в дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе из иудейской синагоги, язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивляясь тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными в вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву, и изгнали их из своих пределов. Они же, отрекнув на них прах с ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяния святых апостолов.